Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный салат с морковкой по-корейски, вкусными такими сухариками с маслечком. Это очень легкий вкусный салат. Сюда идет такая определенная копченая сырокопченая грудка. Легкий, вкусный, вам понравится и можно готовить на праздничный стол. К этому салату нужно посушить сухарики. Я беру обычный батон, режу вот так вот. И я делаю сразу много, поэтому не удивляйте, что у меня тут практически пол батона порезано. Естественно, столько в салат не надо, но мы очень любим, поэтому у меня Настенька любит. Так, кто любит, можно добавить чесночка, но у меня здесь все специи есть в морковке по-корейски, поэтому без специй. Единственное, что я сделаю, это сбрызну растительным маслом. Знаете, как я приловчилась? Вот в дозаторе очень удобно не поливать, а вот так вот сбрызгивать. Можно купить флакончик пищевой или купить уже масло, вот в таких флакончиках продается. Я оборачиваю фольгой вот такой, ну, чтобы в темном хранилось и храню шкафчики. Так, все подсушиваем, будет вкусненько. Можно, кстати, обжаривать на сковородке, но тогда чуть-чуть не так получается. Нужно чуть-чуть масла на сковородку и обжарить со всех сторон. Вариант в духовке мне нравится больше. Все, сушим. Берем одну маленькую луковичку и мелко-мелко рубим, насколько это возможно. Чтобы у меня была не просто каша, а именно мелко порубленный лук, последнее время приловчилось так. Нарезаю сначала полукольцами, видите, вот так, тоненько. А потом вот эти полукольца беру по пару штук и вот так вот нарезаю, смотрите. Ой, выпало. Тогда у меня мелко нарезанный лук. Лучок я заливаю кипятком, вот так, и оставляю на пару минут, пока я порежу мясо. А сухарики мои уже вот поджарились. Ой, хрустки, а там, где именно попалось, вот с маслечком. Это очень вкусно. Мы такое любим. Я беру грудинку сырокопченую, вот такую. Можно взять любое куриное мясо. Ну, вот сырокопченое очень вкусно. Так, нарезаем. А потом, смотрите, небольшими кусочками, чуть-чуть больше, чем кукуруза. Сюда идет кукуруза, поэтому, чтобы кусочки были чуть-чуть больше. Кукурузку добавляем для сочности, и она такая сладковатая, маринованная. Будет очень вкусно с кукурузой. И берем укроп. Берем несколько веточек укропа, помоем и нарубим. Нарезаем, но не мельчите, чтобы прям было видно, что это укропчик. Тоже сюда в салатик. Очень быстрый салат, но по сочетанию продуктов очень вкусно. Вот именно с сырокопченой вот этой грудкой получается изумительно. И берем морковку по-корейски. Можно взять покупную готовую, чтобы было быстро. Или приготовить по моему рецепту, у меня просто чудесный рецепт моркови. Она очень вкусная получается. Отправляем сюда, только без лишней жидкости. Вот у меня в этот раз столько жидкости. Так, вот так. Лук нужно процедить. Так как он очень мелко нарезан, отжимать его не надо, чтобы он не стал кашей. Вот сейчас вот так вот лишняя влага пусть из него уйдет. Добавляем лучок. Можно не обязательно вот такой именно брать лук. Можно взять красный лук, он придаст еще больше чуть-чуть сладости. Ну, это что найдете, что есть дома. Где-то 2 ложки майонеза полные. Можно 3, кому как нравится. Перемешиваем. Вот такой салат, он может стоять несколько дней в холодильнике. Перед подачей я чуть-чуть добавляю сухарики, перемешиваю и ставлю на стол. А потом каждый сам себе сухарики добавляет, кому как нравится. Чуть-чуть присолю. Специи точно никакие добавлять не надо. Морковки вполне достаточно по специям. Это вкусный, сытный салат. И он такой, знаете, из-за того, что он остренький, из-за морковки. Он хорошо съедается. Сразу после него такой аппетит появляется. Так, ну, так как я прямо сейчас подаю, значит, я так очень сильно люблю. Когда сухарики есть чуть-чуть под такие вот в салате, чуть-чуть, как будто полежавшие минут 10. А сверху еще притрушиваю. И есть те, которые хрустят, а есть те, которые чуть-чуть вот в майонезе. Ну, я так люблю, мне так нравится. А там, смотрите, сами можете просто притрусить, остальные вазочки поставить на стол. Так, ну что, подаем и пробуем? Добавляем сверху немного сухариками. Так. И подаем. Настолько легкий, вкусный салат. Мне он очень нравится по вкусу. Приготовьте его даже на праздничный стол. Итак, пробуем салатик. Вот это сыро-копченое мясо, оно делает салат более сочным. И с таким вкусом пикантным. Если просто отварить куриную грудку, будет совершенно не так. Будет чуть-чуть суши и привкус будет другой. А в таком варианте очень вкусно. С сухариками просто бомба. Кто любит, можете прям чесночка еще добавить. Салатик на любое торжество, а можно просто на выходные сделать для своих любимых. Попробуйте, поэкспериментируйте. А самое главное, все очень быстро. Раз-два и готово, и не нужно что-то там сильно выготавливать. Это такой вкусный салат. Все. Приятного аппетита. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Подписывайтесь на мой канал.